Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Шерифат Лепшокова. Смотрите сегодня в выпуске. В стране решение ежемесячных выплаток пособий на детей вошло в силу. Какие семьи в республике смогут претендовать на получение материальной поддержки? Найти угнанный автомобиль в сжатые сроки. Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы Нацгвардии отработали навыки быстрого реагирования. Новый сад появился в поселке Эльбрусском. По инициативе Ставропольского карачаевского культурного центра «Алан» 65 саженцев станут символом возрождения. На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с заместителем председателя правительства России куратором Северо-Кавказского федерального округа Александром Новаком. Рашид Тимрезов доложил вице-премьеру о пяти прорывных проектах, включенных в модель социально-экономического развития Карачаева Черкесии в сфере туризма, садоводства, развития зеленой генерации и добычи полезных ископаемых. Глава республики обратил внимание куратора СКФО на то, что в регионе активна инвестиционная деятельность. Среди крупных инвесторов группа компаний «Домате», реализующая в регионе крупный проект по производству баранины. Сегодня наш главный ориентир – максимальное использование собственных ресурсов для производства местной импорта независимой продукции, подчеркнул Рашид Тимрезов. С 11 мая в России начались ежемесячные выплаты пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер помощи в каждом случае индивидуален и зависит от среднедушевого дохода, который не должен превышать сумму прожиточного минимума на одного человека. На что могут рассчитывать малоимущие семьи Карачаева-Черкесии, выяснял наш корреспондент Артур Мукце. Жительница аула Малозеленчук Ильза Братова – мама четверых своих детей. Еще семь десятков малышей она как педагог воспитывает в дошкольном учреждении. Условиями проживания не жалуется, но, говорит, для большой семьи любые финансовые поступления лишними не будут. Поэтому, узнав о новой ежемесячной адресной выплате от государства на детей от 8 до 17 лет, решила подать заявку через портал госуслуги. 1 мая подала заявку. Я удивилась сразу же, мне пришло то, что заявка принята. И 3 числа мне пришло уведомление, что мне одобрили выплату на 100%. На старших детей, на Алима и на Амину. Мне одобрили выплату на 100%. То есть, по 12 тысяч на каждого ребенка я получаю. Вчера, буквально вчера, мне пришли выплаты на АБО в детей за 2 месяца. Младшему из детей семьи Братовых Ибрагиму всего 3 года. Однако он с интересом изучает медицинский справочник о лекарствах. Родные говорят, что врач в семье всегда пригодится. Старший Алим мечтает стать программистом. У каждого свои интересы. Возможно, понадобятся дополнительные школьные принадлежности, развивающие игры и многое другое. А потому предоставляемая помощь будет как нельзя кстати. И очень хотелось бы выразить благодарность президенту нашей Российской Федерации за помощь многодетным семьям, за такие выплаты, за то, что помогает. К слову, Пенсионный фонд России приступил к приему заявлений на получение пособий на детей от 8 до 17 лет с 1 мая. В Карачао-Черкесии этим правом воспользовались более 15 тысяч семей. На сегодняшний день уже рассмотрены и одобрены около 2,5 тысяч заявлений, по которым с 11 мая начали поступать выплаты сразу за два месяца – апрель и май. Выплата устанавливается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьям, где средний душевой доход ниже прожиточного минимума на человека. При этом оба родителя имеют заработок или объективные причины его отсутствия, и имущество семьи соответствует требованиям, установленным в законодательство. Срок рассмотрения заявления составит 10 рабочих дней. Если для ответа потребуется дополнительное время, обратившийся за помощью получит уведомление о продлении срока. В Карачао-Черкесии размер пособия будет составлять от 6 до 12 тысяч рублей. В случае, если гражданам требуется консультация специалистов пенсионного фонда, они могут позвонить на телефон горячей линии 8 800 600 02 91 в рабочие дни с 8 до 17 часов. Артур Махце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачао-Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Немедленное реагирование сотрудниками групп задержания. При вокзале 44 автомобиль Киарева. ГОСУМЕР ВАЛЕНТИН 241 Наталья Татьяна 09 регион. Охрана транспортного средства от угона и несанкционированного вмешательства осуществляется посредством передачи тревожных сигналов по выделенным каналам связи на пульт централизованного наблюдения вне ведомственной охраны управления Росгвардии России по Карачао-Черкесии для незамедлительного реагирования нарядами групп задержания в целях пресечения преступлений. Дежурный в реальном времени видит на мониторе движение угнанного транспортного средства и координирует экипажи полиции для его задержания. Автотранспортное средство мониторится специальной системой в любой части нашей Родины. Автомобиль принимается под охрану у нас, но также его мониторят в других субъектах Российской Федерации. Цель сегодняшней тренировки – обучение приобретения сотрудниками нарядов навыков к действиям при осложнении оперативной обстановки, в особых случаях и при чрезвычайных обстоятельствах на охраняемых объектах. Условно угнанный злоумышленником автомобиль был заблокирован двумя нарядами дежурных расчётов. Своевременность прибытия по сигналу тревога в приоритете, как и обеспечение скрытого подъезда и правильного места остановки транспортного средства. После проверки документов и тщательного досмотра автомобиля сотрудник вневедомственной охраны докладывает. Машину осмотрели, досмотрели документы, проверили, ничего не нападало, всё в порядке. Приняло, хорошо, отъезжайте. Высокий уровень защиты транспортного средства достигается за счёт применения надёжной, быстрой, отработанной до мелочей схемы работы сотрудников вневедомственной охраны. В качестве оказываемых услуг удостоверился владелец автомобиля, который сегодня был в эпицентре учений. Среди множества просто выбрать тяжело было. И мне посоветовали, вот если у нас тросгвардия, оказывается, они оказывают такие услуги. Я был удивлён, но решил попробовать. Как бы стоит это, не сильно дорого. Обслуживание буквально у них там 6 тысяч чем-то в год. И вот такой результат, что они вот, после нажатия кнопки «СОС», буквально там 3-5 минут, и у вас два экипажа. И узнают, что у вас случилось, и могут помочь. Очень довольны, спасибо. У нас сотрудники профессионально подготавливаются, имеют вооружение, и экипировка у них уже боевая. И заступают на службу непосредственно с боевым оружием. Охранный комплекс надёжно защищает транспортные средства. В случае опасности, нажимая на тревожную кнопку в автомобиле, водитель может рассчитывать, что любая угроза будет своевременно пресечена сотрудниками вневедомственной охраны. Фатима Дорова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Яблони, груши, вишни разных сортов для сохранения исторической памяти народа. Ставропольская краевая общественная организация «Карачаевский культурный центр «Алан» инициировала посадку плодовых деревьев в Кубанском ущелье. В мероприятии участвовала и съёмочная группа «Вестей». Репортаж Аллы Динаевой. Даже погода благоволит в этот день и выглянуло солнце из-за тучи, не пошёл дождик. С большим энтузиазмом, дружно, активисты Карачаево-Балкарского центра «Алан» начали готовить лунки для посадки деревьев. Глубина примерно два штыка. Не слишком большую яму нужна. Сейчас там не специалист. Будем вот советоваться со старшими. И, конечно, самое главное в посадке саженцев – это… Чтоб деревья уселись нормально. Потом был сад, да? Желательно. Место для сада в честь 65-летия возрождения карачаевского народа выбрали в центре посёлка Эльбрусский. Во дворе мечети, около Дома культуры и прямо у дороги, ведущей в старинные карачаевские аулы. Хурзук, Учкулан, Карчурт – это историческая родина карачаевцев. И поэтому мы решили посадку деревьев осуществить именно тут. Чтобы и основной целью является, чтобы молодёжь помнила свою историю, свою культуру, свои обычаи, традиции. Это очень знаменательная дата. И мы, подумав, решили посадить деревья. Деревья – это и по адатам, и по религии – это прекрасное дело сажать деревья. Это украшает природу, свежий воздух придаёт, а также помогает сплотиться людям, молодёжи, а также остальным обществом при общем вот таком труде. Труд, как говорится, сплочивает людей. Саженцев 65, как и количество лет со дня возвращения карачаевцев на историческую родину. Половина из них – яблоки, 30 разные сорта. И половина – там много других сортов. Абрикосы, вишня, груши – тоже несколько сортов. Также айва, помимо этого ещё слива. Все те деревья, которые могут здесь вырасти, именно из-за погодных условий, приобрели. И на данный момент занимаемся организационными моментами. И с минуты на минуту планируем начать наше мероприятие. Чтобы никто не остался голодным, как и принято, по обычаю поставили варить мясо в казане, чтобы всех накормить традиционной карачаевской шаурпой. А эту ответственную миссию взял на себя Рустамбек Батчаев. Самая большая ответственность – это взять 20 человек из Старополя, активистов, привезти их сюда. Здесь как бы всё нормально провести и вернуть их обратно по домам. Это ответственность и перед ними, и перед их родителями. А сварить шаурпа – это так, для души. Помогают и девушки. Из 9 литров айрана они готовят туз лук и сусап для собравшихся на торжество. Основные ингредиенты – это, конечно же, карачаевский айран. Добавляем туда соль, специи по вкусу. Обычно это перец, красный и чёрный, ну и, конечно же, чеснок. Я смотрю, вы и огурцы хотите, да? Ну, это будет уже более современный вариант, усовершенствованный. Организатор мероприятия – Карачаево-Балкарский культурный центр «Алана» из Ставрополя. А гости – старейшины, представители духовенства, правительства, парламента. Собравшиеся совершили обряд дуа по умершим в годы ссылки. А очевидцы напомнили о тех страшных страницах истории. В 43-м году 15 тысяч карачаевцев отсюда по этой дороге увезли в ссылку. А через 14 лет вернулись в родные аулы только около 3000 людей, которые сохранили, привезли и передали нам наши традиции, историю обычаев, сказал ректор Качегу Таусултан Узденов. Деревья, как память, высадили здесь стройными орядами. Саженцы, лопаты и, конечно, хорошее настроение нужно, чтобы принять участие в масштабной акции. Волонтеры буквально за считанные минуты посадили здесь фруктовый сад. Аладинаева, Лебастанов, Вести, Карачаева-Черкесия, поселок Кальбруске. На этом субботний выпуск «Вести» подошел к концу. Приятных вам выходных и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...